Друзья, всем привет! Рад вас видеть на своем YouTube-канале, в принципе, как обычно. И в этом видео предлагаю вам немного отвлечься от разных инвестиционных инструментов, рынков, обзоров, криптовалют и так далее. И отправиться немного к истокам, именно к теории, к теории инвестирования. Ведь именно с теории все начинается, с теории начинается обучение, мы закладываем фундамент знаний в свою голову и дальше уже начинаем делать какие-то действия. Я подготовил 11 лучших фраз по инвестициям, эти фразы, естественно, от самых богатых инвесторов мира. Почему 11? Ну, изначально хотел сделать 10, но никак не мог отбросить одну фразу и сделал 11 фраз. Поэтому усаживайтесь поудобнее, видео будет очень полезным, информативным. И обязательно ставьте лайк, кстати, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Поехали! Итак, фраза номер один. Разумный инвестор – это реалист, который покупает акции у пессимистов и продает их оптимистам. О чем нам говорит эта фраза? О том, что покупать перспективные активы, акции и другие активы тоже нужно внизу. Когда пессимисты уже разочаровались в компаниях, разочаровались вообще в принципе в инвестициях, в рынке и так далее, тогда и нужно покупать перспективные компании. А когда оптимисты радуются, что все будет хорошо и надеются на пожизненную высокую прибыль, вот тогда как раз этим оптимистам и нужно продавать свои акции, которые вы купили внизу. Тут все логично. Если вы покупаете внизу, соответственно, цена пойдет скорее всего вверх, если вы купили перспективные активы. Если вы продаете, то есть покупаете наверху, то цена пойдет вниз и вы потеряете. Поэтому покупайте всегда внизу, а продавайте наверху и все у вас будет хорошо. Итак, фраза номер 2. Финансовый рынок это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Уоррен Баффет. Тех, кто умеет ждать, кто имеет терпение, дисциплину и выдержку, рынок всегда награждает. А тех, кто ждать не умеет, кто пытается побыстрее заработать, побыстрее продать свои акции, либо какие-то другие активы, надеяться на какую-то халяву, тех рынок наказывает. Поэтому, если вы купили перспективный актив, держите его долго и за это рынок вас вознаградит. Терпение всегда вознаграждается в инвестициях. Фраза номер 3. Инвесторы теряют гораздо больше денег на попытках предвидеть коррекции, чем на самих коррекциях. Питер Линч. И эта фраза дополняет предыдущую. То есть, если вы инвестировали в какой-то актив, не нужно постоянно смотреть на графики, не нужно дергаться, какие-то там пытаться словить какие-то колебания внутри дня, внутри недели и так далее. Когда вы дергаетесь, рынок вас выматывает. То есть, рынок, он на то и рынок, чтобы вытряхивать из вас деньги. Если вы хотите заработать в каком-то активе по максимуму, купили перспективный актив и ждите той прибыли, которая вас устроит. Не нужно совершать лишних манипуляций. Фраза номер 4. Куда лучше купить замечательную компанию по честной цене, чем честную компанию по замечательной цене? Уоррен Баффет. Здесь говорится о том, что не нужно гнаться за дешевыми компаниями. Это особенно ошибка новичков. Они не покупают дорогие акции, дорогие криптовалюты или какие-то дорогие активы, потому что, соответственно, цена-то дорогая. И целое им не купить, как правило, особенно в криптовалютах. Акции-то, конечно, вы купите целые, но криптовалюты нет. И когда вы гонитесь за копеечными компаниями, думая, что они выстрелят, они не всегда идут в рост. Потому что лучше купить достойную, перспективную, работающую компанию, либо актив по, может быть, немного высокой цене, но вы все равно заработаете в перспективе. А если вы купите пустышку за копейки, то вы 99,9% что потеряете. Итак, фраза под номером 5. Я расскажу вам, как стать богатым. Закройте двери. Бойтесь, когда другие жадны. Будьте жадны, когда другие боятся. Уоррен Баффет. Эта фраза очень крутая, она помогает очень многим инвесторам вовремя покупать активы и вовремя продавать. Есть такой принцип в инвестициях, как идти против толпы. То есть, если вся толпа боится покупать, значит, актив нужно покупать. То есть, цена сейчас находится на минимуме, на дне. Если же толпа жадничает, можно сказать, скупает просто, просто все подряд уже говорят об этом активе, как о биткоине когда-то все говорили, все бегут скупать, значит, нужно продавать. Поэтому запомните раз навсегда, всегда думайте своей головой и идите против толпы. Покупайте, когда другие боятся и продавайте, когда другие жадничают, точнее все. Когда вы покупаете акции, спрашивайте себя, купили ли вы бы всю компанию целиком? Рене Ривкин. Здесь говорится примерно о том же самом, что когда вы инвестируете, не нужно инвестировать на Абум, только потому что там кто-то инвестирует. Или просто у вас сегодня хорошее настроение, вам понравилось название компании, и вы закинули в нее все деньги. Нет, нужно изучать компанию. Изучили компанию, изучили нишу для инвестиций. Если вам там все понравилось, вы все проверили. Если вы уверены 99,9%, что эта компания выстрелит, либо эти акции, либо актив, то тогда покупайте. То есть эта фраза говорит нам о том, что нам нужно быть компетентными в том, чем мы занимаемся, и разбираться в тех активах, которые мы выбираем для инвестирования. Поэтому об этом тоже не забывайте. Фраза номер 7. Мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее. Пол Сэмюэльсон. Очень крутая фраза, она говорит о том, что в инвестициях всегда нужно диверсифицировать. Я всегда говорю, если у вас портфельное инвестирование, минимум 5-6 активов. Если у вас акции, то там уже как можно больше компаний, естественно перспективных, которых вы отобрали, тем лучше. Всегда диверсификация. Не храните никогда все деньги, все средства в одном активе. Даже с любой самой надежной компанией может быть что-то пойти не так, и вы потеряете свои деньги. А когда все ваши деньги диверсифицированы, разложены по разным местам, то вас сложнее выбить из колеи. И такой метод является самым-самым безопасным. Поэтому всегда диверсифицируйте свои риски. Фраза номер 8. Тренировка не приводит к идеальным результатам. Она приводит к стабильным результатам. Уоррен Баффет. Здесь говорится о том, что в любом деле и в инвестициях не исключение, не нужно ждать очень быстрых результатов. То есть если вы проинвестировали раз, два, то не нужно думать, что вы станете миллионером через полгода и через год. Нет. Здесь важна системность. Кстати, на эту тему я записал недавно видео. Сейчас вот здесь вот сделаю подсказку. Где я рассказал о трех факторах. Факторах, которые влияют на успех в инвестициях. И там, кстати, было именно про дисциплину и про то, что нужно делать это регулярно. Поэтому если вы будете иметь финансовый план, будете регулярно откладывать деньги, регулярно инвестировать, то результат будет у вас практически 100%. Единственное, что может вас отклонить от результата, это конец света или на землю упадет метеорит. В других случаях вы добьетесь результата в инвестициях. Итак, фраза номер 9. Чем старше я становлюсь, тем лучше мне видно, куда идти. Если вы собираетесь охотиться на слонов, не надо сбиваться с пути ради кроликов. Томас Бун Пиккенс. Здесь говорится о том, что если вы купили какой-то актив, вы выбрали прибыль, которую вы хотите получить, не нужно вестись ни на какие инфоповоды. Кто-то вас будет сбивать с пути, да, вот эти как раз кролики, про которые говорится. Кто-то вам будет говорить, что там СМИ будут вбрасывать какую-то негативную информацию, друзья вас будут отговаривать. Никого не слушайте. Если вы изучили актив, вы в нем уверены, вы инвестировали, определили для себя необходимую прибыль, просто ждите. Пускай кролики вас никогда не отвлекают. Фраза номер 10. Избегайте модных компаний в модных отраслях. Вложения в отличные компании, спокойных и нерастущих отраслей неизменно приносят превосходный доход. Питер Линч. Ну, здесь говорится о том, когда приходит на что-то прям сильная мода, приходит сильный бум, туда резко набегает много народу, пузырь раздувается. И, как правило, многие люди покупают именно на хаях, на верхах, и потом после этого просто пузырь сдувается, и многие люди оказываются в просадке, либо теряют деньги. Достаточно вспомнить пузырь доткомов, да, если вы знаете, что это такое. Можно вспомнить рост криптовалют с 2017 по 2018 год, когда это стало модным, когда все просто об этом говорили. И многие люди забежали на вот этих вот новостях, то, что это было модно, и, как правило, они потеряли деньги, либо сейчас находятся в большом минусе. Поэтому не гонитесь за модой, будьте, имейте холодную голову, разбирайтесь и инвестируйте в долгую, и все у вас будет замечательно. И, наконец, одиннадцатая, давайте, будет бонусная фраза. Самое лучшее время инвестировать вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Лорен Баффет. Да, фраза вообще крутая, я как раз не мог именно эту фразу откинуть. Лучшее время, конечно же, чем раньше вы начнете инвестировать, да, вчера, тем лучше. Лучшее время сегодня, завтра, ну, можно и завтра, но лучше сегодня. Инвестировать нужно не откладывая. Время идет. В инвестициях время работает на вас. Чем раньше вы начнете, тем больше капитал у вас будет, тем больше сложный процент у вас накопится. Поэтому начните прямо сегодня, вот сейчас вы досмотрите это видео, возьмите, отложите, есть в кошельке 1000 рублей, отложите 1000 рублей, есть 500 рублей, отложите 500 рублей, создайте свой первый инвестиционный капитал. Разберитесь в инвестициях, можете посмотреть ролики на моем канале, воспользоваться моей информацией и начните инвестировать. И запомните, лучшее время для инвестиций это вчера. Ну что, друзья, вот такие фразы я отобрал, мне очень понравилось, когда я их искал, я много перечитал фраз, узнал очень много нового, много запомнил. Запишите эти фразы себе в тетрадку, можете записать их себе на телефон и периодически читайте. Они очень вдохновляют и направляют на правильные мысли. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите, кстати, в комментариях, какая фраза вам понравилась больше всего, интересно будет посмотреть, какая фраза самая крутая и составить рейтинг фраз, например. Ну, либо пишите ваши классные фразы по инвестициям, которые вас вдохновляют. На этом у меня все, друзья, спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике. Пока!